Уважаемые студенты четвертого курса мы продолжаем изучение дисциплины «Новейшая история стран Запада». Сегодня у нас с вами восьмая лекция на тему «Международные отношения 1930-х годов. Начальный период Второй Главой войны. 1939-й лета 1941-го годов». По плану сегодняшней лекции мы с вами должны рассмотреть два вопроса. Первый – это «Международные отношения 1930-х годов». И второй – «Начальный период Второй Мировой войны. 1939-1922 июня 1941 года». И обращаю ваше внимание, что в данном случае мы с вами будем подробно рассматривать хронологию событий. И в конце я вам дам список литературы и задам вопросы для закрепления. Итак, «Международные отношения 1930-х годов. Хронология событий». Первая дата, очень важная, это японская агрессия Маньчжурии в 1931 году. Итак, в 1931 году, в самом начале десятилетия, Япония атакует Китай, захватывает Маньчжурию – это северо-восточную часть Китая. И основывает здесь мариенчное государство Маньчжуго. Фактически, это уже такой акт агрессии, который говорит о том, что вся миротворческая политика 1920-х годов оказалась достаточно бесперспективной и безрезультатной. И вот те, кто создавали Версальско-Вашингтонскую систему, они потом получили Нобелевские премии мира, но, видите, эта система просчитывала меньше двух десятилетий. И вот эта японская агрессия Маньчжурия – это прямое нарушение Вашингтонской конференции, ее решения. В середине 30-х годов здесь начинает проявляться очень агрессивная политика держав, где к власти пришли фашисты или такие агрессивно настроенные милитаристы, как в Японии. Вот в этой хронологической таблице нет, потому что есть эта дата в хронологе событий, связанных с историей Италии. В 1935-1936 годах Италия захватывает Эфиопию, побеждает ее в такой короткой победностной войне и, так сказать, провозглашает себя наследницей ни много ни мало Римской империи. А забегая вперед, в 1939 году Италия также захватывает Албанию. Это все до начала Второй мировой войны. Два других агрессивных государства, фашистская, нацистская Германия и милитаристская Япония, в 1936 году подписывают так называемый антикоминтерновский пакт. Этот пакт был настроен против Советского Союза, против вообще коммунистической идеологии. И в конце 1937 года, 6 ноября 1937 года, к этому пакту примыкает также фашистская Италия. Вот подписание договора между Германией и Японией, это образование так называемой оси Берлин-Токио. Теперь эта ось становится тройственной Берлин-Рим-Токио. То есть три самые агрессивные, самые воинственные страны с такой совершенно человеко-неэкономической идеологией объединяются для того, чтобы переделить мир в свою пользу. И в 1937 году продолжается японская агрессия в Китае и Япония вторгается в Северный Китай. Фактически вот некоторые из исследователей считают, что этим событием и началась Вторая мировая война. По крайней мере вот если так не считают историки там европейской или американской школы, то вот японские, китайские историки, они так считают. И в последнее время даже когда приводятся данные по людским потерям во Второй мировой войне, то для других стран потери считаются с 1939 по 1945 годы, а для Японии и Китая считаются потери начиная с 1937 года. То есть видите уже в принципе можно условно раздвинуть технологические рамки Второй мировой войны и вот 1937 год это уже начало ширкомасштабной агрессии Японии, тысячи жертв прежде всего со стороны китайского населения конечно же. Вот и очень-очень большие потери понес Китай во Второй мировой войне, причем начиная с 1937 года уже. В 1938 году, уже последний предвоенный год, в нем происходит сразу несколько важных событий. В марте 1938 года происходит аннексия или по-немецки аншлюз Австрии, Германии. Это тоже было сделано совершенно в нарушении всех статей и духа Версальского договора. То есть Германия абсолютно показала, что она не будет присоблюдать никакие договоренности и она оккупирует, аннексирует Австрию. Причем как это видно из дневников, мемуаров нацистских лидеров, Германия входила в Австрию на дрожащих ногах. То есть если бы страны Запада дали решительный отбор этому акту агрессии, то Германия вполне вероятно вышла бы из Австрии и вывела бы войска. Но ничего этого страны Запада сделано не было. И поэтому Австрия фактически была оккупирована Германией без выстрелов. То есть просто путем военного вторжения. И вошло это в историю как аншлюз Австрии. Это событие. На Дальнем Востоке в июле-августе происходит очень крупный советско-японский пограничный инцидент у озера Хасан. Это первая такая японская проба сил на советской границе. И если посмотреть по карте, то озеро Хасан не так далеко уже от советского Владивостока. То есть здесь была предпринята такая пограничная провокация, довольно широкомасштабная, с участием сотен, возможно тысяч военнослужащих. Но этот инцидент завершился достаточно локально, быстро. Так сказать, японская агрессия была отбита. Японцы потеряли при этом довольно много живой силы, скажем так. Но это их не остановило, потому что чуть позднее, видите, не пройдет и годы, как Япония атакует на этот раз Монголию в районе реки Хлахинго. А поскольку у Монголии с Советским Союзом была договоренность, и, собственно говоря, там совместно нанесли охрану границы, советские и монгольские войска маршала Блюхера и монгольского маршала Чебалсана, то, соответственно, советским и монгольским войскам пришлось давать отпор. Это причем совсем накануне начала Второй мировой войны. Но перед этим, возвращаясь к 1938 году, в сентябре 1938 года произойдет однокрупная международная конференция. Она будет проходить в Мюнхене и получит название «Мюнхенский сговор». Она была совершенно хаотична, там не было ни председателя, ни повестки дня. Просто-напросто западные страны собрались, Чехословакию не допустили на эту конференцию, хотя судьба части территории Чехословакии решалась. Дело в том, что в Судетской области Чехословакии в основном проживали этнические немцы. И согласно решению Мюнхенского сговора, вот эта Судетская область должна была отойти к Германии. Причем Чехословакии запрещалось при этом уничтожать какие-либо оборонительные или военного предназначения сооружения. То есть какие-то там пограничные линии, какие-то окопы, доты и так далее. То есть все должно было перейти к Германии. И таким образом Германия опять же без выстрела тихой сапой захватила значительную часть Чехословакии, Судетскую область. А потом, невзирая даже на вот эти соглашения, в марте 1939 года Германия заодно аннексировала, собственно, прочее всю остальную Чехию и Моравию. Так же часть территории Чехословакии отошла к Польше, часть к Венгрии. То есть фактически это был такой раздел с соседними хищниками несчастной Чехословакии. После этого Бенинш и другие лидеры Чехословакии ушли в изгнание, покинули страну. И, соответственно, уже оттуда, так сказать, призывали мировое сообщество обратить внимание на этот совершенно недопустимый акт агрессии. Как я уже говорил, в мае начались бои на реке Халхинго в Монголии. Там японские войска перешли эту реку пограничную, вторглись на территорию Монголии. И советская монгольская армия дали им отпор и шли очень ожесточенные бои с десятками тысяч погибших, с применением танков, самолетов, тяжелой артиллерии и так далее. Вот в условиях, когда на Дальнем Востоке идут бои с японцами, опасаясь того, что может возникнуть война на два фронта, и видя, что Запад совершенно не настроен на эти мирные переговоры с Советским Союзом, то есть Сталин соглашается на приезд министра стран дел Германии Риббентропа в Москву для подписания пакта Молотова-Риббентропа. Молотов министр стран дел СССР, Риббентроп министр стран дел Германии. И вот он прибывает 23 августа в Москву, Риббентроп, и 24 августа был подписан пакт Молотова-Риббентропа. И секретные протоколы к нему, по которому Гитлер и Сталин поделили Польшу на две части и страны Прибалтики на две части. И фактически это означало, что две крупные страны определились со сферами влияния. И вскоре, 1 сентября, началась Вторая мировая война нападением Германии на Польшу. Там был устроен у пограничного города Гривицы инцидент, то есть германские войска переделись в польскую форму, напали на германскую радиостанцию, вышли в призыв, там по-польски какие-то лозунги антигерманские прозвучали. Откровиднейшая просто провокация, которая привела к началу Второй мировой войны. И вот начинается Вторая мировая война, сейчас мы с вами поговорим о ее первом периоде. Итак, начало нападения Германии на Польшу. И к тому времени, к 17 сентября, когда Польша уже практически прекратила сопротивление, уже польские лидеры покинули страну, уйдя через румынскую границу. 17 сентября с Востока в Польшу вступила Красная Армия и тоже без выстрела заняла часть Западной Украины и Белоруссии, которые по договору еще 1921 года, после неудачной советско-польской войны 20-21 годов, вошли в состав Польши. Красная Армия фактически вернула эти территории, в основном населенные этническими белорусами и украинцами. А 28 сентября состоялся второй приезд Риббентропа в Москву. Был подписан договор о дружбе и границе между СССР и Германией. И даже был произведен совместный парад германских советских войск в Бресте. В том самом Бресте, который героически будет держаться в июне-июле 1941 года. А 30 ноября 1939 года началась Советско-финляндская война. Она длилась по 13 марта 1940 года. Об этой войне поподробнее можно поговорить на семинаре, но я вам рекомендую такой источник. Вот смотрите, энциклопедия «Всемирная история», «Советско-финляндская война». Вы можете сейчас сделать скриншот. Дата начала события, дата конца события. И здесь, соответственно, говорится о том, что 26 ноября в районе Советско-финской границы у приграничного пункта Майнила был пророкационный обстрел советских позиций. Это было использовано как предлог для нападения. Началась война. Связана была с тем, что Советский Союз очень хотел отодвинуть свою границу с Финляндией от Ленинграда, от крупнейшего центра нашего, второй столицы Советского Союза. Дело в том, что в 32 километрах всего-навсего проходила граница. И вот предлагалось финнам отдать часть территории на Карельском перешейке. За это Советский Союз собирался отдать Финляндии большую часть территории на Кольском полуострове. Но финны на такой размен не пошли. И вообще все довольно долго готовились к агрессии со стороны Советского Союза. Построили там линию Маннергейма в честь бывшего царского генерала, ныне министра обороны Германии, маршала Маннергейма. И в ходе этой войны, 14 декабря 1939 года, Лига Наций объявилась с эрогрессором, исключилась с его состава. И в конце концов было заключено перемирие. И вот смотрите, потери советской армии 126 тысяч, а финской более 22 тысяч. Итак, у нас, вот можете посмотреть, какие события произошли в 1940 году. И план Барбаросса был утвержден 18 декабря 1940 года. Коротко, вопросы для закрепления. Что такое антикоминтернский пакт? В чем суть пакта Молотова-Риббентропа? Что вы знаете о Советско-Финляндской войне? Когда, каким событием началась Вторая мировая война? И когда был утвержден план Барбаросса? Теперь посмотрите на список литературы. Вот в нем пять позиций. Опять же, можете делать крышот. Благодарю за внимание.